Здравствуйте, господин Крещук. Мы сегодня с вами увиделись в Липецке на первенстве России до 18 лет. Но разговор мы начнем с вашей идеи о создании такого праздника дзюдо совместно с журналом, известным старинным российским журналом «Мужзилка». Откуда такая идея? Все в нашей жизни, знаете, как говорится, случайно попал в Киевский союз «Печать» на глаза журнала «Мужзилка». Был очень удивлен, что он еще выпускается. Я думал, что это издание уже и о нем, как говорится, только можно вспомнить, его нет в помине. Оказалось, есть. Посмотрел его, почитал. Был приятно удивлен, что «Мужзилка» сохранил свои традиции, свою генеральную линию быть образовательным журналом для детей. Потом в течение нескольких месяцев приобретал еще журнал, уже целенаправленно искал следующие издания. И вот, исходя из анализа этих нескольких изданий и номеров журнала «Мужзилка», понял, что наши дети, не все наши дети, информированы о том, что есть такой замечательный журнал «Мужзилка», в котором есть все. То есть, понимаете, самое главное – это образовательная составляющая. И поэтому и сотрудничество с этим журналом, то есть вы хотите как бы совместить, как бы показать, что дзюдо – это больше, чем спорт. Ну, как бы понятно, что это больше, но то есть, чтобы через дзюдо образовательный процесс пошел, да? Как бы вот такое объединение. Ну, я вообще за образование в дзюдо, да, то есть за то, чтобы в нем образовывались не только дети, но и тренеры, судьи, специалисты и все любители дзюдо. И здесь, понимаете, просто было очень приятно за державу, скажем так, за тех людей, которые сохранили этот журнал, что, ну, вот такая маленькая краткая справочка, что он входит в книгу рекордов Гиннесса. За 90 лет он не прервал ни разу свой выпуск. Это единственный в мире детский журнал, который вот имеет такую почти столетнюю историю. То есть в этом году 90 лет журналу. В мае 2014 года исполняется 90 лет журнал. Уже какие-то мероприятия с журналом «Мурзилка», дзюдо с журналом «Мурзилка» проводилось или нет еще? Я встретился с главным редактором журнала, с его помощником. Мы подготовили такой договор о намерениях, да, значит, чтобы дзюдо поздравило Мурзилку. Значит, турниры, посвященные, ну, во-первых, я написал рассказ о том, как Мурзилка попал в дзюдо. То есть, ну, чтобы даже те дети, которые не дзюдоисты, а его читают, да, они понимали, что, ну, знали, да, что есть такой вид дзюдо, что их любимый Мурзилка вот попал в такую историю. То есть вы Мурзилку одели в кимоно? Абсолютно верно. При этом, да, и сохранив его облик. А какой пояс у Мурзилки сейчас? У Мурзилки сейчас черный пояс. Черный пояс? Черный пояс, да. Так, он прошел стадии, так сказать, перепрыгнул стадии белого пояса. Значит, черный пояс, ну, это больше, конечно, если честно, то это, вот мы рассматривали все пояса на кимоно, да, вот, ну, с точки зрения, вот, чисто вот такого наглядного, да, чисто вот. Такого момента, который воспринимается хорошо, черный пояс, ну, и, в общем-то, как бы, да, что пусть и... Но все-таки Мурзилка, это он образовывает, поэтому, наверное, все-таки и черный пояс. А черный пояс – это признак учителя, да, который будет учить. Да, старник эссенции, да. То есть пока мероприятий не было никаких в честь 90-летия Мурзилки, вот таких объемных, но что-то уже запланировано, да, какие-то? Да, запланированы турниры, будут проходить турниры в городах Липецке, Кирово-Чепецке, в Москве, в Сергиевом Посаде. И еще в ряде городов, значит, ну, они будут иметь такой формат не просто такого, знаете, спортивного состязания, да, а, значит, как бы анонсироваться перед этими соревнованиями для детей будет, потому что не все, к сожалению, дети знают этот журнал, да, анонсироваться будет, да, этот турнир для детей, которые будут участвовать в нем, значит, чтобы они знали, что такое, да, журнал Мурзилка, вот, как он появился, что, какие его цели развития и так далее, и что вот этот забавный зверек, да, который, как бы, хочет попасть в наш мир в дзюдо и так далее. И таким стартовым взносом, значит, будет от каждого участника, да, рисунок или какая-то поделка для того, чтобы они участвовали в этом. То есть, тема одна, Мурзилке 90 лет, дети... А скажите, вот, участвовать в этом мероприятии может любой клуб заявить о своем участии или любой клуб дзюдо или школа дзюдо? Ну, открытый такой вот вход, так сказать, в организационный комитет, чтобы какой-то клуб скажет, мы хотим участвовать тоже. То есть, это свободное. Вы знаете, я вам хочу сказать следующее, что мероприятие это достаточно серьезное, да, и я, в свою очередь, хотел бы, значит, сделать так, что в организации вот этих локальных турниров, да, которые мероприятия, к организации подключились те люди, с которыми я работал уже в течение достаточно многих лет, тех людей, которые я знаю, те люди, которые не безразличны к развитию детского дзюдо, чтобы там случайных людей не оказалось, да, и они не сказали, да, потом нет, потом какие-то проблемы, то есть... То есть, в принципе, диалог открыт, то есть с вами могут связываться и общаться на тему проведения вот таких мероприятий с Мурзилкой? Абсолютно верно. Значит, и, как бы, такой, конечной частью, да, турнира планируется фестиваль детского дзюдо в Сергеево-Пасаде. Вот там могут принять участие все, как участники, желающие, кто хочет поздравить Мурзилку, кто хочет принять участие в этом фестивале. В программу фестиваля войдет мастер-класс известных спортсменов, семинар, значит, соревнования в формате семья и дзюдо, то есть дети, родители, значит, это, ну, как бы, чтобы всем было понятно, да, по принципу веселых стартов, да, скажем так, ну, адаптированных дзюдо, это будут и непосредственно соревнования, планируются соревнования командные, это и личные. Ну, то есть обширная программа, направленная не только на соревновательные, но также на общение, на популяризацию дзюдо. Да, фестиваль будет проходить в течение трех дней. Спасибо большое, ну, вот мы вкратце пообщались и узнали, что такое Мурзилка и дзюдо, и будем надеяться, что это мероприятие получит большой резонанс и продолжится, так сказать, не только на 90 лет, ну, и на 190 лет Мурзилке. Ну, надеюсь, люди там работают хорошие, и мы, наверное, решим все эти вопросы. Спасибо. Спасибо. Все. Видите, как?